МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Бежим! 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 Спорт – норма жизни. Сегодня в программе расскажем, какая адресная помощь осуществляется спортивным учреждением в Красноярске, чтобы ребятишки занимались в комфортных современных условиях, ездили на соревнования и побеждали. Прямо сейчас за моей спиной проходит товарищеский футбольный матч между студентами Девногорского и Красноярского колледжей Олимпийского резерва на футбольном поле, которое было модернизировано в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни». А если быть точнее, то футбольный матч состоялся 24 сентября в 10.30 по красноярскому времени. Погода радовала теплом, а футболисты мерились ловкостью и быстротой в манипулировании мячом на поле стадиона «Юность», которое сейчас соответствует высочайшим профессиональным стандартам «ФИФА». Играем на таких полях – это снижает риск получения травмы, потому что играя на разных полях, идет нагрузка и на колени, и на связки. А играя на таких полях, ты сам ощущаешь, как тебе легче играть, ну и приятно самому. Новое 60-миллиметровое С-образное покрытие мало подвержено деформации, позволит проводить соревнования не только регионального первенства, но и всероссийского международного уровней. На этих полях тренируются у нас по госзаданию разные виды спорта. В первую очередь это спортивная школа по футболу, но здесь же тренируются и бобслеисты, и другие виды спорта, потому что сделали беговую дорожку, это тоже новое, самое современное. Стоит отметить, что в рамках нацпроекта «Демография» для футболистов Дивногорского колледжа был приобретен новый современный автобус, на котором они приехали на матч. Этот автобус соответствует всем требованиям, он очень комфортный. У нас детей в районе 180 человек, у каждого свой календарь, у каждого свой маршрут выезда. И наши спортсмены перемещаются по территории всего Красноярского края и не только. То есть это и Республика Хакассия, это и Кемеровская область. Автобус стоимостью около 3 миллионов рублей оснащен системой ГЛОНАСС и всем необходимым для безопасной перевозки юных спортсменов на соревнования, сборы, тренировки. В 2020 году такие современные автобусы уже получили пять спортивных школ края, в их числе шор по санным видам спорта. Так как трасса, куда везут юных спортсменов, находится в лесном массиве, автобус оснащен полным приводом для движения по крутому рельефу. Такая у нас специфика, гора, вид спорта, что на простом автобусе зимой заехать проблематично. Поэтому нужен автобус с повышенной проходимости. Ребятишек довозили и раньше, но прошлая машина устарела. Когда я пришел в первый раз на трассу, то нас забирал очень старый автобус. Он был такой голубой. Потом у нас появился пазик. Каждый год у нас ремонтируют трассу. Сейчас к нам приезжают из других регионов. Также в последние два года у нас ремонтируют раздевалки, где мы переодеваемся. То есть делают все, чтобы нам было удобнее и приятнее заниматься. В свои 16 лет Лазарь уже кандидат в мастера спорта. Состоит в сборной Красноярского края и два раза выигрывал спартакиаду. И по словам его тренера, успех зависит не только от усердных тренировок, но и от того, на каких санях выступают спортсмены. Они настраиваются индивидуально под каждого спортсмена. То есть ростовесовые показатели очень важны. Если спортсмен одного роста, соответственно, для него инвентарь должен быть такой. Другого роста – другой. Поэтому здесь требования к инвентарю у нас такие очень серьезные. Поэтому саня, экипировка, необходимый спортивный инвентарь постоянно обновляются. Для того, чтобы ребята побеждали и занимали призовые места. Я получаю большое удовольствие от тренировок, особенно на езде по трассе зимой. Ну, очень комфортно ездить в санях, особенно когда новые, удобные. У меня в целях выполнить мастера спорта. И весь этот сезон очень хорошо откататься, на первенстве России занять первое место. Ну, в общем, быть все соревнования, все выездные, только в призах. В этом году еще пять спортсменов нашей Красноярской школы по самым видам спорта пополнили сборную молодежную команду России. А в прошлом году золото в первенстве мира получили наши бобслисты. Это благодаря тому, что правительство Красноярского края, в лице нашего губернатора, Министерства спорта, оказывают очень большое содействие и поддержку в плане приобретения спортивного инвентаря. Бобслия является техническим видом спорта. 50% физики, 50% техники. В прошлом году краевая администрация пошла навстречу нам в лице Александра Викторовича и Сергея Игоревича Алексеева. Был приобретен боб латышского производства «Двойка». На тот момент являлся новейшей моделью. В этом году еще больше администрация краевая, опять же, в лице Александра Викторовича Уса. При прямой поддержке Петра Ивановича Пимашкова, потому что он к нашему виду спорта относится так, с 2010 года помогает нам. И Павла Александровича Ростовцева была приобретена новая боб четверка. На сегодняшний момент это новейшая модель и лучшая модель, которая только есть. А скелетонисты уже в этом году выиграли спартакиаду в общем командном зачете и получили пять медалей различного достоинства. В прошлом сезоне у нас приобреталось новое оборудование. То есть для команды спартакиадной приобрелись пять совершенно новых скелетонов. То есть у нас каждый год что-то усовершенствуется, меняется инвентарь, структура металла там улучшается. И поэтому, чтобы добиваться каких-то высоких результатов, надо постоянно обновлять инвентарь. По факту это касается всех видов спорта. Только в 2019 году на обновление спортивного оборудования спортшколам «Края» было выделено практически 105 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Из них для юных хоккеистов школы «Сокол» были приобретены специальная машина для подрезки льда у борта и сразу две канадские машины для заливки и уборки льда. Такое оборудование школа не смогла бы себе позволить без субсидий еще лет 15. Ледозаливочные машины для уборки льда фирмы «Замбони» – канадские машины с расширенным спектром, так сказать, характеристик, расширенной ширины плиты заливочной. Тем самым нам удается более качественно готовить ледовое покрытие и быстрее проводить эту уборку льда. В связи с тем, что плита машины более широкая. Также были приобретены синтетическое покрытие, которым мы застелили холлы, раздевалки. Данное современное покрытие, согласно производственным характеристикам, позволит увеличить срок эксплуатации лезвий коньков. Неспроста у нас на фасаде и здесь в нашем таком небольшом музее висят майки хоккеистов, которые вышли из нашей школы, жители Красноярска. Это вот Максим Голанов, он сейчас у нас работает тренером юниорской хоккейной команды, человек, который играл в НХЛ, играл с Войном Грецкий, с Яромиром Ягром. В достижении спортивных высот мелочей не бывает. Важна каждая деталь. От качественно залитого льда и хорошо наточенного конька до силы духа будущего чемпиона. Реализация проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» началась в Красноярском крае в 2019 году. За два года наш край получил из федерального бюджета 575 миллионов рублей. Более 272 миллионов рублей выделено на строительство первого на востоке края ледового катка с искусственным льдом в городе Канск. Также за время действия нацпроекта в крае были оборудованы 26 площадок ГТО. Приобретено спортивного инвентаря на 104,9 миллиона рублей. Только в 2019 году модернизированы спортивные футбольные поля. Приобретены автобусы. 37,9 миллиона было потрачено на строительство всесезонных трамплинов. Более подробную информацию о реализации нацпроекта «Демография» в Красноярском крае смотрите на сайте крска-стейт.ру.